здравствуйте дорогие друзья гости моего канала сегодня будем подготовить холодное копчение вот такую рыбку молочная рыбка мясо не белая прям белая такой прям обалденно мясо на свою жирности у нее немного жирненькая да но она вкусно ее можно как просто целиком засаливать целиком ну правда небольшие да вот такие вот небольшие буквально целиком можно засаливать долгая засолка потом промывать и соответственно как селедку подвяливать и кушать это будет вяленая вкусная рыбка но я буду холодное копчение соответственно кишки все я буду удалять голову оставлю выступает на чуть-чуть еще подморожено голову так оставим для красоты можно сказать все вычищаем жир который брюхи накапливается вот он тоже его убираем почему я говорю что можно делать ее целиком я имею вяле целиком она просто будет жирненькая а так как мы будем делать холодное копчение жира будет поменьше намного вот он жир статиста жир брюхи внутри все вычищаем почку удаляем пленочки убираем промываем и все на приступаем засолки почку удалили вот такая внутри это сейчас все промоем уберем и будем солить одно не сначала промоем потом еще разрез делу у него свой особенный вкус и свой особенный аромат это рыбки так что раз жизни если как-то кому-то попадется рекомендую взять попробовать вкусная рыбка все промываем делаем еще одну манипуляцию и приступаем засолки все рыбку промыл так как это я уже сказал рыбка средней жирности а скорее всего это аквакультура она скорее всего даже не средняя чуть побольше жирности и вот если дикая да у нее жирности поменьше намного чем выращенная в неволе потому что жир реально жиру брюхи очень много жира брюхи аквакультура что делаем вот здесь вот вдоль хребта сейчас в хвост туда нож запускаю и вот так вдоль хребта делаю прорез не прорезая конечно спины я имею со стороны вот такой кармашек делает есть ничего не прорезаем кто кармашек также со второй делаем хвост туда запускаем и делаем кармашек туда хвост обязательно прорезали и вот так все можно приступать засолки солить сухим способом в среднем где-то крупная соли 100 грамм на килограмм плюс 20 грамм сахара здесь у меня чуть больше килограмма и вот вся посолочная спесь рыбка соответственно из заморозки по-любому сделан выращенный в районах южного китая там и так далее в паназиатской так сказать регионы вот эти посолочную смесь подготовили тару подготовили берем рыбку берем посолочную смесь прямо туда засыпаем голову обязательно натираем брюшко чуть-чуть на дно по солнечной смеси вот так вот рыбку натерли чешую против чешуи я имею ввиду чтоб соль под чешую зашла все и укладываем тару то же самое делаем и со второй рыбкой распределяем там внутри брюшки против чешуи натираем остатки голову все укладываем закрывая какими пакетиком крышка вязай убираем холодильник минимум на одни сутки но вот у меня здесь получается ну сколько на по 600 грамм 36 часов на 36 часов они будут так просаливаться сухим посолом без всякого пресса без ничего вот так вот первые так сказать несколько часов соль начнет распоряться проникать в толщу мяса выдавливать влагу и соответственно сам туз лук с молекулой соли будут заменять влагу в рыбе ну а остальное время она будет просто просаливаться постепенно все чем жирнее рыба тем засолка соответственно дольше 36 часов холодильник прошло 36 часов как я засолил рыбку молочную в холодильнике вот такая вот она внутри просоленная видно что цвет сразу поменялся видно что рыбка просоленная более мясо становится более темной сейчас что делаем берем его хорошенько промываем холодной водой ничего вымачивать ничего не надо именно промываем холодной водой хорошенько буквально в течение там минуты 2 просто проточной водой промываем и ложим на решетку на стекание и на при распределении соли холодильник можно или куда-нибудь прохладное место рыбка на стекании холодильник или прохладное место ну и достал с холодильника стал распорочки вот такая нас холодильника стекла влага на поверхность уже сухая все сейчас буквально игры обдуем вот часа три там посмотри по состоянии можно дам отдыха полчасика муж еще часик обдуй все на смотреть по состоянию рыбку перед копчением потом будем коптить холодным все она вон она поверхность сухая сейчас надо ее конечно подвяли чтоб влага перераспределилась и все и будем коптить ну все вялка молочная рыба завершена коптил его и коптил велел ее два часа обдув час отдых два часа обдув все она завяленая хорошая рыбка нигде не не так сказать плотненькая нигде под шкурой так жир который бывает на шкуру даешь да у многих ошибки она прям под шкурой чувствуешь жира на шкуру сухая пересушена нет она это вот именно завяренная рыбка все отправляем в коптильный коптить холодным коптить было электростатике буквально там часик покопчу на лихие если традиционное копчение то теперь то соответствие копчение будет не менее 8 часов но теперь это копчение традиционно лучше помет понижать кстати ким может оба не более 24 градусов то традиционное копчение лучше 20-22 градусов вот так коптить все пойдем покупки окно так она будет не располагаться в коптильный рыбка молочная температура копчения лучше не привалили не превышать 24 градуса коптить было на ольхе статикой буквально в течение часа больше смысла нету коптить но друзья рыбка и закопчена коптила всего даже не час а 50 минут дровишки прогорели и все перестал коптить вот такая золотая за 50 минут она такая становится это при условии если рыбка была правильно посолена правильно завялено правильно так сказать подготовлено к копчению рыбка огонь вот лучше рыбкой готова после копчения и и обдул буквально полтора два часика даже не засекал примерно и все играл холодильник на ночь ночку нам не лежала в холодильнике разрезает рыбка огонь под пивку за уши не оттащишь рыба просто бомбическая если брать по вкусу да по вкусу она напоминает мясо вот речного леща вкусного речного леща но у нее есть свой собор своеобразный вкус соответственно очень вкусная рыба всем рекомендую попробовать хотя бы раз в жизни всем приятного аппетита и до скорых встреч всем удачи всем добра е%. 16. 8. 10. 20. 20. 20. Продолжение следует...